всем привет и рада видеть вас на своем канале сегодня 14 марта я получила очередную посылочку с краснодарского края заказ был мною сделан 18 ноября это новиночки в заказе было указано 6 позиций но мне кажется что здесь намного меньше руки дрожат 350 раз я себе уже клялась что я не буду с дальних регионов себе делать такие заказы не по сдеку не по почте но не устояла сейчас посмотрим что там находится просто переживаю руки дрожат даже не знаю что меня не ждет здесь гофрированный картон три слоя сейчас будем доставать я просто одна некому снимать ужас неудобно сейчас я достанусь я даже немного устала такие четыре коробки конечно продавцам столько за это надо отдать должное это сколько труда вот эта упаковка правда главное не попутать регионы а так труда очень много вот это все конечно закрепить я пока все это раз деребанила аж устала сейчас буду продолжать дальше вот четыре куста не знаю почему четыре пришло заказывала 7 вот какие-то хлорозные такие вот кустики в общем сейчас и их вы ему проволокой закреплены они зафиксированы и там хорошо вот здесь тоже что-то с точками роста то ли они сгнили то ли они обломаны ладно сейчас будем доставать и смотреть в общем картина вот такая сильно хлорозные какие-то вытянутые но он может скорее всего это в пути произошло где-то тут такие вот вялые ветки и даже еще не знаю что это за сорта сейчас буду рассматривать я 7 штук заказывала пришло 3 здесь черенок брался с моих кустов вот 1 2 вот прям вытянутые ладно в принципе как бы более менее живы я таким товаром тоже довольно это все таки очень неблагодарная работа эти пересылки недовольные клиенты ответственность очень большая это нервы надо иметь такие что ужас конечно ну сейчас будем смотреть что за сорта вот так каждый кустик перестелили картоном сильно желтые конечно сейчас буду обрабатывать их всех глини глик гнилий потому что тут вот все надо то сейчас чистить опрыскаю наверное пинчика посмотрю что там за корни и буду их пересаживать в общем небольшая реанимация их ждет вот так выглядят эти саженцы конечно они прилично хлорозят я смотрю и побеги здесь вытянутые но эта камера у меня еще передает более зеленые такие оттенки а так они как желтенькие цыплятки но это не беда выхаживали еще и похуже уберу сейчас эти картонки посмотрю какая корневая система может даже буду пересаживать их хотя продавец говорила в январе они делали пересадку наверное у них там или по 12 были по 14 вот в эти c3 ну сейчас посмотрю что там с корешками происходит проведу на данный момент по-любому я обработку сделаю или максимом или хомом оксихом и капну туда еще немного и пина все-таки стресс они в пересылке по-любому получили поэтому сейчас проведем такие обработочки но вот что вижу я вот здесь еще обломанные точки роста то ли на черенок брали один второй бутоны такие желтые тоже вытянутые хлорозные бутоны у них у многих какие-то все деформированные такое чувство что они не не были на доращивание а именно получили их только не пять назад и переслали мне вот такое создается мнение потому что надо ращивание что-то вид у них как бы не очень и название я нигде не нахожу что это за сорт непонятно крутила вертела горшки так и не нашла название сортов нашла оказывается я название этих гортензий вот так они сюда эти ленточки впихнули присыпали вот так землей уже аж когда я начала доставать смотреть корневой аж потом я их понаходила аж прям там земле ну такое первый раз тоже вижу конечно сортами то я разобрала здесь а вот последний у меня загадка что здесь ничего не понятно сейчас буду ей звонить узнавать и еще подскажите и так как я первый год занимаюсь гортензии в январе она сказала что у них была произведена вот пересадка в эти трехлитровые горшочки но они там получали этот полуфабрикат там наверно по 10 по 12 и вот в январе они пересадили это получается что с января этот куст ну как бы это чтоб еще не дала мать получается вообще посмотрите вот я его легко вытащила корни живые неплохие все но это получается как это с января он вообще не укоренился или я что-то не понимаю вот какой не возьми вот так вот они все посмотрите такое чувство что их перед отправкой у так впихнули ну естественно чтоб дороже побогаче выглядела он же 3 литровом они в по 10 что вы от вы скажете или это норма или это должно так быть ну и плюс еще сорт не знаю что это за сорт вообще догадайся сам называется не вот интересно неужели это январь начало января было январь февраль март за все это время ни один корешок не мог вот впиться в грунт вот ни ни один вот он не укоренился у нас даже череночки до крупной лесной через две недели шикарные корни и хорошо они осваивают даже земляной ком ну а здесь вот как бы это корневая система довольно таки неплохая и ни один горшок посмотрите вот он как был его видать вот получили только вот неделю назад и всунули вот кто кого обманывает кучу ты не могу понять это он похож разве что он в январе был перевален в 3 3 литра c3 непонятно почему-то куча куча вопросов ну ладно для себя я точно уже решила что это у меня последняя посылка и тем более вот эти полуфабрикаты может у кого-то девочки подскажите у кого они укореняются отлично кто уже с этим был связан вот прям вообще беспроблемно потому что у меня они вот как эти вот тряпочки вяленькие такие стоят очень плохо если я например одного сорта взяла например 6 череночков у меня 34 это вот стоят у тряпки тряпками я их только вынимаю и в воду вынимаю и в воду циркон туда капаю и купаю их купаю восстанавливаю опять впихиваю и так вот с каждым сортом вот именно эти полуфабрикаты которые у меня маточники я покупала так отдельно участников все отлично нету никаких проблем но вот с этими вот полуфабрикатами новомодными я уже столкнулась проблемами они не так хотят сильно и укореняться все-таки какая-то фишка у них там у европейцев есть что-то тут с этими саженцами не то посмотрим еще как они будут свести как они отцветут какие будут кусты дальше что они еще покажут мы сейчас пройдусь по этим сортам это фрисби блю это фабола блю или видно брала в основном голубые сорта так как у меня их мало флорентина блю ну вот этот красавец вообще неизвестен продавец всунул эту полоску что здесь было когда-то написано какие-то видны там точечки ручки или маркера чего там непонятно но здесь вообще ничего не видно я не могу понять что это за сорт буду теперь связываться с продавцом чтобы узнать как называется вот это чудо юда и черенкуются они просто ужасно напишите девочки кто уже вот эти вот полуфабрикаты черенковал столкнулись ли вы с какими-то вот неприятностями проблемами я например расстроена вот у меня первая партия моих новинок я давненько уже получила то меня проблемы за проблемами я не знаю из 6 например черенков если один более-менее то те как тряпочки но прям тряпочки что я с ними не делаю одинаковая влажность на тепличные условия грунт шикарнейший простые укореняются отлично моей маточники с прошлого года стоят все как огурчики вот эти полуфабрикаты тряпки тряпками что-то у меня с ними вот никак не идет подскажите вот как у вас может я что-то не так делаю хотела по этому поводу снять видео совсем нет настроение как не загляну в этот контейнер ну прям тряпки я уже устала их реанимировать и их вытаскиваю кидаю их воду туда капают циркон вот они у меня там купаются вроде бы набрали они водички смотрю такие вроде бы хрустящие как огурчики шусть такие вот уже плотненькие все я их опять посадила проходит два дня они опять эти листья опустили опять вот так обволок ли этот стаканчик прямо тут тряпочка вот лежит тряпочка и все бездыханная не и непонятно что будет дальше вот именно с этими полуфабрикатами как-то что-то они мне уже не внушают доверия поэтому я наверно уже останавливаюсь больше я их брать не буду сейчас я их вы ему и перемешаю хорошо готовлю свой грунт и сделаю свою пересадку с добавлением вот этого вот пролонгированного удобрения банафорта вижу здесь где-то пару крупинок попадается смокота две-три штучки на горшочек ну что сказать чтоб сказать я там сильно расстроена нет или сильно была бы я довольна этой посылкой нет я так знаете 50 на 50 просто я не люблю когда когда обманывают вот обман для меня это хуже всего когда человек тебе писал что в начале января он пересадил эти горшки а он их буквально перевалил вот перед самой посадкой зачем вот это вот было были эти понты для приезжих я не понимаю поэтому здесь если без января был перевален он бы мне кажется по-другому выглядел они видно вот они такие вот вытянутые такие вот хлорозные как их с подвала достали или они вот только пришли этому продавцу он их сразу же здесь распихал по c3 и отправил мне естественно ну естественно накрутил без этого никак но писать то есть говорите мне что она их пересадила еще в январе это полный бред обман чистой воды вот мои новиночки которые я вам раньше показывала которые я получала 1 февраля и вот я их доращивала вот я их тоже перевалила в c3 я их вот с 1 февраля я их доращиваю ну мне кажется разница есть здесь или blue или pink royal red invisible spirit ну еще там два не помню как называются вот я их тоже доращиваю но разница большая да а вот эти которые я сегодня получила то эти продавец получила еще раньше чем я тут я не вижу что там кто доращивал совсем не похоже что их там доращивали поэтому я склоняюсь к тому что они только сами их получили два дня назад всунули в c3 и отправили это было я даю сто процентов так еще девчонки спрашивали у меня как моя больная гортензия себя чувствует то которая семечках спрела вот так моими молитвами и усилиями конфетти пантер вот должна зацвести но опять берут сомнения мне говорили у нее пестрый лист должен быть не уже советовалась там с людьми у нее должен быть по-любому в крапинку лист у меня он чисто зеленый черенка конечно здесь нет вот одна и вторая такая немножко деформированной веточки это те которые я оставила хотя бы посмотреть как она зацветет что с не будет дальше но лист даже в интернете есть одно фото должен быть такими пятнышками здесь чисто зеленый лист вот я не могу понять но на черенок здесь как бы и брать то нечего потому что много чего и мерзла вот я тут сорвала 1 и 2 вот вот у меня вот два череночка это было вот надеюсь дальше еще какие-то пойдут вот я соберу пока только два череночка с нее взяла поэтому вот меня уже берут сомнения это конфетти пантер или нет но лист чисто зеленый вообще чисто чисто зеленый ну спасибо всем кто меня смотрел и на этом я буду с вами прощаться до новых встреч пока пока